У нас сегодня вводы, выпуск и тема — восстановление. Нам нужно понять, что восстанавливать — это не строить заново. Строить заново — это строить всё по-новому. Это энтузиазм, это новое, это радостно. Но если вам нужно восстанавливать, то вам нужно восстановить то, что было потеряно. Это означает, что восстановление будет вызывать грусть, уныние, боль, потому что чего-то больше нет, и, может, и кого-то больше нет. Но нам нужно двигаться дальше, нам нужно восстанавливать. Сегодня особенный день, мы уже 16 лет вместе, Дорбрекерс, мы построили свою общину, свой дом. Но и спустя 8 лет у нас была буря, и нам нужно было все вместе восстанавливать наш дом. Я не знаю, помните ли вы то время, но для меня было, будто бы куст слишком сильно подрезали, будто бы мы были ногами. Мне было грустно и больно, но мы стали намного сильнее. И самое удивительное — то, что сейчас 8 лет спустя, мы существуем уже 16 лет, и нам снова нужно восстанавливаться после ковида. И снова у нас тоже чувство, будто бы нас подрезали как куст. Нам недостает людей, нашей былой команды, наших лидеров. Или же мы скучаем по тем вещам, которые мы делали. Но важно знать то, что если нас подрезали, мы с новой силой прорастем и дадим новые здоровые, сильные ветви. Если вы посмотрите назад, а мы оглядываемся всегда, чтобы чему-нибудь научиться, с тех пор, как Иисус основал нашу общину 2000 лет назад, но за это время, может быть, нам так не кажется в Европе. Но наша община только выросла за все это время и стала сильнее во всем мире. На сегодняшний день в мире больше христиан, чем когда-либо. То есть не позволяйте себя отвлечь на все то, что происходит вокруг вас. Бог все так же занимается тем, что строит свою общину. Сейчас же вся община прижата к земле во всем мире. Это означает лишь одно, что мы лишь сильнее поднимемся ввысь. Вся община пережила шторм, мы не могли собираться. Это означает лишь одно, что наши корни вросли глубже, чтобы мы смогли еще выше подняться друг с другом. Мы знаем число 8 из Библии. Оно означает новый город. Число 8 — это новое начало. И сегодня мы можем посмотреть на это как на пророчество. Два раза по 8 лет существуем мы с вами. Спустя 8 лет нам нужно было заново восстановиться. Мы начали с 2020 года. И Луна говорила нам, что это год прироста, а прирост приходит вместе с изменениями. Изменения же приходят вместе с обновлением. Обновления же приходят вместе с восстановлением. А восстановление приходит вместе с возмещением. Вам интересно, что же будет дальше? Да, будет прирост. Мы с вами не имели представления, что же скрывали те грядущие изменения. Те, что случились в марте. И вот изменения пришли вместе с обновлением. Но особенное то, что уже в январе нам было это сказано, и мы знали, что Отец наш присматривает за нами. Он сказал нам, что же нас ждет. Я думаю, никто не ожидал, что это будет длиться так долго, прежде чем мы снова можем быть все вместе, как и прежде. Я думаю, что мы только сейчас начинаем понимать, что же значат слова. Нам нужно восстанавливаться и увидеть, насколько велики наши потери. Потери Царствия Божьего. Но этот год мы начали с того, что позволили сынам и дочерям Божьим стать. Давайте же в этом году встанем все вместе и будем строить Дом Божий. А знаете, буря — это не проблема. Ковид — это не проблема церкви. Он никогда не был проблемой. Буря обнажает все сильное, здоровое и хорошо построенное. Буря открывает нам то, что нам нужно укрепить, построить. Буря открывает нам то, что требует укрепления. Может быть, вы сегодня здесь, и у вас в жизни творится буря. На работе или же в семье, в браке, в рабочем коллективе, на кампусе, в вашей церкви и так далее. Иисус говорит нам о мудром и о глупом строителе. Известная история. Строители строят из камня, и вот налетает буря и дождь, и один остается, а другой убегает. Иисус делает следующий вывод. Глупый строитель слышит слово, но бездействует. Мудрый же строитель слышит то же самое слово и действует. Я сидел и думал, что никто из нас, сидящих здесь, не хочет быть глупым. Никто не хочет свою компанию, свою семью, свой брак, свои связи. Все, что вы построили, видеть, как все это рушится. Никто здесь не желает быть глупцом. Мы, конечно же, не хотим быть глупцами, но иногда мы поступаем глупо. Мы не хотим быть дураками, но иногда так и поступаем. Сейчас, во времена короны, все мы слышим, двигайтесь, питайтесь здоровой пищей. И что же мы делали? Мы баловали себя вкусной едой, чтобы хоть как-то себя развеселить. Мы старались баловать себя разными вкусными блюдами. Только для того, чтобы себя лучше почувствовать. И вот он результат. За время карантина 5 килограммов лишнего веса. Мои килограммы уже большей частью исчезли, но я тоже прибавил в весе, несмотря на спорт и движение. Вы все слышите. Но не следуете мудрым советам. Почему же? Потому что наши ощущения вкусно и весело. Намного важнее того, во что мы действительно верим. По сути, мы знаем, что нам так делать не следовало. Но мы все же так поступаем. Потому что, ну это же так вкусно. И то же самое происходит и со словом. Мы слышим его. И мы знаем, что оно правдиво. Что нам следует так поступать. И не следует поступать иначе. Но вот это наши чувства. Ну, что это так вкусно и так легко. Так удобно. И мы помещаем наши чувства и наше удобство выше нашей веры. И мы ведем себя, как тот самый глупый строитель. То есть тот выбор, что нам нужно сделать. Это жить, руководствуясь не нашими чувствами, а нашей верой. Чувство будет же всегда руководствоваться личным комфортом и легкостью. Вера знает, что всему есть своя цена. И так во всем. В обычном мире и в духовном мире. Вера приходит с личной болью, с личным вкладом. Мы вкладываем одно и жертвуем другим. Зачем же мы вкладываем? Чтобы увидеть рост. Как и в случае с вашей компанией. Вы вкладываете время, и в будущем увидите рост. Мы хотим убрать лишние килограммы, набранные за время карантина. Нам надо изменить своим привычкам в еде и поменять стиль жизни. Мы действуем, руководствуясь тем, во что мы верим. И это имеет свою цену. И так же происходит и в духовном мире. Давайте посмотрим глазами нашего отца на церковь, которую нам нужно восстановить. Я вспомнил библейскую историю о втором храме. Это была как раз наша ситуация, ситуация восстановления. В истории рассказывается, что в тот момент, когда был заложен фундамент, в тот торжественный момент, плакали старейшины. Мы позже определим, кто такие старейшины и есть ли они среди нас. А молодежь ликовала. Может быть, среди нас больше старичков, что сидят и плачут. Молодежь же, наоборот, ликует. Почему же так происходит? Почему они плачут? Ведь они тоже рады новому строительству, восстановлению. Но это уже не то, что было здесь раньше. Молодые же стоят на пороге нового. Они видят новое начало. Они смотрят лишь вперед. И они рады тем шагам, что предпринимаются у них на глазах. Когда мы смотрим назад, мы редко сравниваем. Мы лишь учимся. Зная, что лучшее у нас еще впереди, что наш отец приготовил для нас два храма. И благодать второго храма будет еще больше благодати первого храма. Если же мы посмотрим на конструкцию и материалы во втором храме, то они гораздо проще, чем в первом. Но благодать и духовность, которую Бог вкладывает в него, будет намного больше, чем в первом храме. То есть иногда выглядит все совсем иначе, чем задумано. Бог будет продвигать меня, мою общину, мою церковь, от благодати к благодати, от величия к величию. Если мы посмотрим на общину, где мы сейчас находимся, какая она после ковида, и мы посмотрим на нее не нашим человеческим взглядом, но глазами Отца нашего, то мы удивимся, ведь Иисус придет к нам не в побежденную и разрушенную церковь, но к невесте. Вы видели невест? Они же прекрасны с ног до головы в день своей свадьбы. Так же и наша церковь будет выглядеть прекрасно в тот день, сверкать и сиять в день, когда придет Отец наш. Давайте вернемся к тому, что старики плачут, а юноши радуются. Я верю в то, что нам нужно строить нашу общину энергии молодых и их новизной. Я вот ничего не смыслю в ТикТоке и Снэпчате. Я ими не пользуюсь, но наша молодежь ими пользуется. И наверняка будут появляться все новые-новые веяния, новые вещи. Это нормальный процесс, это энергия молодости. А мы старички. А кто же такой старичок? Это хороший вопрос. Я определил старичков как сорокалетних и старше. Я должен был включить сюда тех, кому больше тридцати. Они уже тоже не знают, чем занимается молодежь. Иногда это очень трудно. Мы те, кто старше сорока, мы не лишние. Когда молодежь начинает вести, их становится больше. Я был в церкви в Ляйдене и удивился, сколько же там молодежи. Как же это хорошо. И вот молодые люди с камерами и техникой, как они все быстро и хорошо организуют. Я подумал, где же все старички? И вот я здесь, и здесь тоже много молодежи. А знаете, мы старички, те, кому сорок с плюсом, мы уже набрались жизненной мудрости. Мы духовные матери и отцы в доме. И не для того, чтобы ограничивать молодежь в церкви. Только для того, чтобы мы сами себя чувствовали здесь хорошо. Церковь должна стать тем местом, где новое подрастающее поколение будет чувствовать себя как дом. Мы возились с внуками со вчерашнего дня и до сегодняшнего утра. Я уже чувствую, что мы отвыкли возиться. Нам тоже нужно привыкнуть к неприятностям, которые доставляет молодежь в вашем доме. Это уже так непривычно для нас. По-другому. Вам не надо их ограничивать. Вам нужно дать им свободу, пространство. Я вижу, что эти дети ведут себя не так, как мои дети, когда они были маленькими. Так по-другому, что я задумываюсь, что же из них вырастет, когда им будет 20 или 30 лет. Я верю, что наше следующее поколение, наши дети, наша молодежь, они должны стоять у нас на плечах. И это не всегда легко сделать. Молодежь часто с легкостью говорит, да уж, эти старички, они уже как антиквариат. Но смысл в том, что вы, молодежь, есть те, кто есть. Вы видите то, что вы видите, благодаря тому, что вы стоите у нас на плечах. Вы стоите выше нас. Мы можем увидеть только до определенного момента. А вы смотрите дальше, стоя у нас на плечах. Вы уже видите следующий этап развития, который мы еще не можем увидеть. И вот это ваша задача, молодежь, рассказать нам, что вы видите и куда вы идете. А нам же не нужно говорить вам, что то, что вы видите, чепуха. Но сказать, хорошо, как же нам вместе, неся вас на плечах, шаг за шагом идти в этом направлении, вместе, слушая друг друга. Молодежь видит, куда нам надо. Но мы же делаем шаги и видим, куда мы можем, а куда нет ступиц. У нас же есть мудрость, чтобы двигаться к будущему. Молодые же видят, но не обладают мудростью, которая помогла бы им прийти туда. Поэтому нам и нужно работать вместе. Я сегодня думал, у меня в голове вертелись только песни и интро. Я думал о Ниемее. Он заново выстроил Иерусалим. Иерусалим же лежал 120 лет в руинах. Ниемея же сотворил чудо. За 52 дня он заново выстроил город. 52 дня — это значило бы, что если бы мы сегодня начали, и мы возьмем и начнем сегодня, то мы тогда в начале декабря полностью восстановили бы церковь, какой она была до короны. И друзья, и враги были удивлены. Иерусалим будто бы восстал из мертвых. Иерусалим здесь для меня образ общины и церкви. Давайте будем говорить конкретно. Если мы имеем в виду строительство церкви, то мы с вами говорим о создании людей. Мы не говорим о каких-то структурах. Цель церкви — строительство и объединение, и укрепление людей. Цель церкви и структура церкви. Поддержание людей, чтобы они свои дары, таланты, способности, данные им от Бога, могли применять в жизни. Не люди для церкви, но церковь для людей. Если мы их приводим в дом свой, то это больше не о нас с вами, но о том, как мы поможем нашим друзьям, людям вокруг нас, жить и использовать свои таланты. Как мы им дадим свободу и пространство. Даже у церкви есть склонность к тому, чтобы ограничивать, контролировать и преуменьшать. Но как же дать людям возможность и свободу раскрыть свои дары и таланты, данные им от Бога, чтобы они могли свободно развиваться? Вот для этого мы здесь. История о Неймии говорит нам о том, как он взял на себя ответственность. Он молится, он начинает с молитвы. И в этой молитве он говорит о себе, как о представителе народа. Он говорит «мы», «у нас есть проблемы». Все вместе «мы». Речь не о том, как лидеры будут решать это, но как мы все вместе будем это решать. Вместе возьмем на себя ответственность. Он говорит о проблеме всего народа, как о своей личной проблеме. Давайте же почитаем кое-что из Неймии. Неймия встретил людей, которые живут в больших страданиях и лишениях. Выглядит все очень плохо. И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и в уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. То есть, в город может зайти кто угодно. Там больше нет даже ворот. На первом месте стоит восстановление стен и ворот. Я вам скажу, у нас тоже есть бреши в разных кампусах. Если мы говорим о лидерах кампусов или же руководителях группы, во всех местах недостаточно руководителей групп. Это связано с тем, что люди говорят, «Я подожду, я буду осторожнее, не буду сразу браться за дела». Но в любом случае, у нас недостает рук в супердетках, поэтому мало помощи людям, так как мало людей, кто хочет действительно помочь. Родители не приходят, и некому быть рядом с детьми. Здесь мало людей. Мы никогда не могли использовать возможности нашего зала на полную, потому что нас здесь слишком мало. У нас есть кофе. Кто будет разливать всем кофе? Коннект лидеры. У нас есть и лидеры групп. Это цемент. Они скрепляют группу. Наши люди — это наши ворота. А ворота сожжены. Есть люди, которые хотят нас посетить. Они видели нас онлайн, и мы хотим их сопровождать лично. Нам нужны люди на воротах, которые помогают людям. И вот в стенах города вся социальная жизнь. И вот полтора метра социальная дистанция. Жизнь вся встала. Мы были дома, и к нам приходили люди. Мы знакомились так. Кто вы? Я вас не знаю. Откуда вы? И вот на этом гостеприимстве строился наш дом. Его нужно снова восстановить. Мы же привыкли сидеть в своем коконе. Соблюдать дистанцию. Мы что-то потеряли. Надо восстанавливать. Давайте прочтем дальше. И вот, когда я услышал эти слова, я сел и заплакал. Что вы чувствуете на уровне эмоций? Когда вы слышите, что дерево стоит голое, в стене есть бреши, а ворота сожжены. Вот это очень хороший стих. У меня была беда несколько дней. Ни недель, ни месяцев, ни лет. Я уделил время и подумал над этим. Что же это такое? Я взял на себя ответственность. Молился и затем предпринял шаги. Ниемия молится несколько дней, а затем он предпринимает шаги, чтобы реализовать чудо за 52 дня и восстановить город. Я бы сказал, Ниемия, как мы. Он открывает двери. Он один из нас. И мы можем проследить отличительные особенности отношений между ним и Богом. И говорил, Господи, Божий небес, Божий великий, он называет его не просто Богом, но Всевышним, существующим. Ты есть Бог и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои. Ниемия, начиная разговор с Богом, называет его по имени. Он говорит с ним, называя его по имени. Он знает его положение, Всевышний, и намеренно подчеркивает положение Бога в своей жизни. Ты там, а я здесь. И он знает Бога настолько хорошо, что он напоминает ему о данных им заповедях, хранящие завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои. Он уделяет этому внимание и уважает заповеди Его. У нас же есть не только ветхий, но и новый завет. Мы не рабы, но дети Всевышнего Бога. Мы знаем его не только как Всевышнего, но как Отца нашего. Он дал нам все, освободил нас от греха, и он держит свое слово. Он молится дальше, и мы видим, что он видит Всевышнего как Личность, а не как что-то абстрактное. Он говорит, да будут уши Твои внимательны, то есть слушай меня, что я скажу. Это уже отношение. Он говорит Богу, можешь ли ты уделить мне внимание и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву, раба Твоего. Мы же молимся не как рабы, а как дети, сыны и дочери Божьи. А это уже совсем другое положение, чем было у Неймии, которую я теперь день и ночь молюсь пред Тобою о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобою. Согрешили и я, и дом отца моего. Он, в сущности, говорит, мы все испортили, как страна, как нация, но не только мы все вместе, но и я лично, и моя семья все испортил. Признается, что они все стоят с пустыми руками, но искренне и безумысла с намерением исправиться. Мы же христиане Нового Завета, и мы знаем, что мы не грешники. Мы знаем, что мы прощены, но и мы иногда все портим, и вот оно, Неймия пришел с пустыми, но протянутыми к Богу руками. Когда мы принимаем Иисуса в свою жизнь, впервые мы говорим, «Хорошо, отец, я грешник». Я жил без Иисуса, а с этого момента я буду вместе с Ним, и это делает меня праведным. Но знаете, это не признание греха делает вас праведным, а вера. Это вера. Вера в Иисусе. И если мы стали праведными, благодаря нашей вере в Иисуса, и вдруг мы спотыкаемся, то не само признание ошибки делает нас снова хорошими, но вера в полное искупление наших грехов Иисусом. Вот, что делает нас свободным. Вы можете исповедоваться во всем хоть каждый день, но речь идет о том, во что вы верите. Мы же верим в милосердного и прощающего Бога. Прочитаем дальше. «Мы стали преступны пред тобою и не сохранили заповеди и уставов и определений, которые ты заповедал Моисею, рабу твоему. У нас же не Моисеевы заповеди. У нас есть обетование Иисуса. Мы знаем его обетование. Это любовь. Это и есть моя заповедь с вам. Любиться друг другом». И вот он говорит, «Мы не сохранили твоих заповедей, но по мне слово, которое ты заповедал Моисею, рабу твоему, говоря, если вы сделаетесь преступниками, то я рассею вас по народу. Но по мне слово, которое ты заповедал Моисею, рабу твоему, говоря, если вы сделаетесь преступниками, то я рассею вас по народам». Если мы посмотрим, как обстоят в наше время дела в нашей стране, люди разделены и разобщены не только из-за ковида, но и так, как они ведут себя как община, как церковь. Мы не говорим о том, что мы массово нарушили заповеди, Моисея, но ту заповедь Иисуса, где он наказывал нам любить друг друга. Поймите, мы строимся вместе, мы устанавливаем связи, отношения. Это все люди, которые хотят сделать лучше, но у них не получается. Такие, как я. Я тоже стремлюсь сделать лучше, но получается это не всегда. Вы не встаете утром с мыслью, кому же навредить? Вы стараетесь, строите. Но реальность такова, что мы не всегда строим из любви, но иногда и без нее. Не имея, говорит Богу, мы нарушили заповеди Моисея, поэтому церковь рассеяна, Израиль разобщен. А когда мы нарушаем заповеди Иисуса, то и наша церковь разобщена. То есть вот что нам нужно строить. И как? Мы должны строить? Мы должны строить с любовью. Строить с любовью. Это означает, что мы должны создавать людей без осуждения. Мы не должны осуждать, даже если мы не согласны. Мы не осуждаем их. Мы строимся вместе. Строиться вместе означает, что вы всегда в любых условиях ставите другого выше, чем себя самого. Иначе у вас не получится строить едино всем вместе, если вы не поставите другого выше, чем себя. А поместите себя наверх, и вот вы уже не едины. То есть мы строим без осуждения. Мы строим вместе. Вы можете строить с любовью только тогда, если вы строите с прощением. Прощение же это когда вы не помните зла. Один раз, второй раз, третий раз, не считать ошибок. Строиться в любви это значит строить, не считая ошибок и зла. Мы ошибаемся и прощаем. Строиться в любви, строиться свободой. Я уважаю свободу воли каждого человека. Нет никакому принуждению. На все свободный выбор. Все это личная ответственность. Строиться в любви значит, что любовь верит, любовь все покрывает. Давайте же будем честны покрывать все. Это замец. Но это происходит без любви. то, что должно быть озвучено, должно быть озвучено, сказано вслух. Но покрывать означает, что, зная об ошибках других, вы не будете обсуждать их с другими людьми. Это называется сплетничать. Говорить о том, что пошло не так у другого человека с кем-то, когда это не имеет никакого смысла. Это и есть сплетничать. Разделять людей. Любовь же верит, надеется и созидает. Это и значит строиться в любви. Если мы этого не делаем, то мы строим не в любви, но в недоверии. Недоверие же разделяет людей. Давайте будем строиться в любви. Я хочу завершить, но скажу еще одну вещь людям, которые смотрят нас онлайн. Отец собирает своих детей там, где есть любовь. И овца должна быть в стаде, а не только дома, перед экраном. Если вы сидите дома, вы ребенок Бога, и вас ранили своим отношением, то я вас понимаю. В то же время, послушайте, Бог выбрал общину, чтобы поместить в нее своих детей. Община это место, где вырезают, шлифуют, искоблят. И вот это вырезание, шлифовка, искобление происходит, потому что другие люди несовершенны. Мы все неоднородные поверхности, и мы тремся друг о другом. Это причиняет нам боль. Если вы приходите в общину, то вы не живете так, как вам удобно. Вы приходите в общину, значит, вы приходите с верой, и фактически вы приходите в несовершенное стадо, где вам причинят боль. Но все же вы приходите, потому что знаете, что вы будете отполированы и будете сиять, и придете в то место, которое уготовил для вас Господь. То есть, если вы сидите дома, потому что вам причинили боль, идите снова в церковь, сделайте этот шаг. Это процесс, начатый отцом, чтобы привести вас туда, куда Он ведет вас. И так говорит Нимие, они же рабы твои и народ твой, который ты искупил силою твоею великую и рукою твоею могущественную. Мы же отпираемся в вере, мы же дети Бога, мы освобождены сильной рукой Отца, которая воскресила Иисуса из мертвых и соединила нас с Ним, чтобы мы вошли в жизнь вечную. Так давайте же вместе прославлять Бога. Аминь. Аминь. А теперь я хочу, чтобы мы вместе поднялись и прославили Бога. Отец, мы дети твои, ты же наш Всевышний. Отец, мы осознали, что мы вместе с тобой за 16 лет построили церковь, и не всегда все шло гладко. Отец, сегодня мы снова даем обещание. Твой дом, твою общину мы будем строить в любви, в твоей любви и в любви Иисуса Христа. Отец, мы благодарим тебя, что твоя рука воскресила Иисуса из мертвых и воскресила и нас к вечной жизни вместе с Ним. И сегодня мы снова обещаем заново отдать наши жизни нашему Всевышнему, нашему лидеру, то есть Господу нашему Иисусу Христу. Давайте прославим нашего Господа. Иисусу Христу.